И так, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители, покушьте, это великолепная Факторио с модом на Кроссторио 2. Как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, за кадром произошли небольшие изменения. Я здесь немножечко цехов добавил, начал разделывать еще один цех, немножечко переделал всю ферму иммерситок, которая у нас была в прошлой части. Просто сделал так, чтобы это работало, ведь в прошлой части я там намудрил что-то несусветное и там в итоге половина частей вообще не работала. Но сейчас вот эта схема выглядит более-менее эстетично, здесь добавлены ускорители и все это более-менее хотя бы работает. Также вот здесь вот я убрал полностью все солнечные панели, которые были, вот отсюда все ненужное убрал, теперь это хотя бы более эстетично выглядит. Добавил здесь вот немножко аккумуляторов и начал продвигаться здесь в эту сторону, чтобы добавить еще больше аккумуляторов. А также добавил здесь небольшую такую перемычку, которая включается от логики. Если вдруг у нас не будет хватать энергии, которая вырабатывается благодаря термоядерному синтезу, у нас будут подрубаться вот эти вот солнечные панели, которые будут нам вырабатывать какую-то часть электроэнергии. Теперь же мне нужно продолжить дальнейшие изучения. Для этого мне нужно производить, начинать вот эти вот технологические карты материи. А вот они у нас, квантовые компьютеры. Для их производства как раз и нужны ядра ИИИ. Из прошлой серии, благодаря тому, что прошло достаточно большое количество времени, у меня успели эти ядра где-то нафармиться, и в итоге у меня произвелось за это время 10 квантовых компьютеров, что в принципе пока что мне будет достаточно для того, чтобы продолжить все наши необходимые исследования и изучения. Но тогда и будем мы с вами от этого отталкиваться. Сейчас мы немножечко по шине уйдем ниже. Где-нибудь вот здесь вот будем организовывать все наше производство. Пустые карты у меня начали здесь производиться успешно. Дальше мне получается нужно создавать данные исследования материи. Это получается редкие металлы, литий, пластмасса, иммерсид. И все это в принципе нужно не в таких гигантских объемах. Так, иммерсид у нас пошел. Пластик тоже. Редкие металлы и последний ингредиент. Все у нас пошло. Начали производиться у нас данные исследования материи. А нам же нужны не сами данные, а вот эти вот карты. Синие процессоры я сюда вывел. У нас получается по одной линии конвейеров идут пустые карты и синие процессоры. Потом технологические карты идут у нас сверху. И таким простым незамысловатым образом у нас производятся все необходимые нам синие технологические карты. Теперь у меня встает вопрос, а будет ли это вообще производиться в нужном объеме. Но к сожалению ответ на это мне никто не даст. И если что я думаю то что без проблем это замасштабируется и все нормально у нас будет. Главное здесь сделать нам вывод. И сделать так чтобы это все грузилось у нас в поезд. Все по идее станция загрузки сделана. Станцию даже бирюзовую я назвал здесь. Пусть они копятся постепенно. И теперь в обычном режиме я включил это в наш поезд. Осталось лишь сделать нормально загрузку сюда. Как раз этот поезд у нас поехал на эту станцию. И сейчас нам нужно будет придумать способ как это все грузить нормально в вагон. Потому что здесь специально все сделано вот так вот с ячейком и отсортировано. Ну за такое маленькое время произвелось уже 200 с лишним колбочек. Я думаю то что нормально скорость в принципе терпимая не меньше чем везде. Так что нормально пойдет если что масштабируется. Так что не пережевываем за эту тему и все у нас хорошо. Последние нюансы я боялся этого очень сильно. То что мы можем здесь видеть у нас не хватает всего безобразия чтобы грузить это нормально в нашей лаборатории. То есть нужно как-то это все переделывать. И посмотрите что я еще обнаружил. У нас вообще не хватает ячеек под наши технологические карты. А как нам исследовать прошу прощения это все? Сингулярные лаборатории. Офигеть. Нам нужно сделать производство ядер ИИ. Я погляжу хотя бы в маломальском масштабе. У нас по идее здесь иммерситовые кристаллы и процессоры участвуют. И еще азотная кислота. А азотная кислота это в принципе проблема. Поскольку она у нас задается непросто. И где-то у нас в отдельной попе мира. Вот она у нас. Хотя не то чтобы и проблема. Она в принципе берется у нас из воздуха. И раз она нужна давайте ее сделаем. Вот здесь вот у меня есть идеальный для этого укромный уголок. Где мы можем это все безобразие производственно организовать. Вот так вот успешно я скопировал атмосферные конденсаторы. Разнообразные которые здесь должны находиться. И мне осталось скопировать лишь все остальное. Все я успешно здесь скопировал. Поставил. Здесь должна у нас образовываться азотная кислота. Это супер. И осталось дождаться когда дрончики это все сделают. А я как раз пойду сделать производство этих ядер ИИ. Вот здесь по второй линии как раз таки можно пустить это все безобразие. Я думаю нормально это все выведется куда-то вниз. Ну вот здесь вот прекрасное место для производства этих самых ядер. Значит здесь и будем это все производить. У нас по идее может здесь организовано быть 26 всего заводов. Это очень мало. Учитывая наше количество иммерсита которую мы воспроизводим. Я думаю то что либо нам нужно будет ставить большее количество иммерсита. Либо что-то еще с этим делать. Пришлось немножечко здесь намудрить с выводом. Но главное что у нас здесь выходит все в один поток. То есть синие процессоры и иммерсит. И все это грузится в наши вот эти вот лаборатории или сборочные автоматы. И теперь вот этих вот сборочных автоматов я думаю штучек 10 мне очень даже за глаза хватит. Ну ладно я немножечко собрал насчет 10. 20 точно хватит. Ну если что то надо будет расширять конечно же. Но расширять получится только единственным способом увеличивая количество производимого иммерсита. Все сделано, все подведено. Осталось подвести сюда каким-нибудь чудным образом выход продукции. И пока временным вариантом конечно же это все будет складироваться в буферный сундук. И до безумия буферизоваться. Пойдемте теперь разбираться что у меня не так с азотной кислотой и почему ее до сих пор нет. И сколько времени уже с тех пор прошло. А ее нет. Почему? Потому что нету резервуара. Банально и тупо. Но зато в моем стиле. Азот есть. Водород есть. Азотная кислота. Или что это такое? Аммиак. Прошу прощения. Аммиак у нас уже пошел. Я вот думаю аммиак нужен да был? Или азотная кислота все таки? Нужен был не аммиак, а азотная кислота. Вот я дятел а. Я классно сюда конечно аммиак выпил. А зачем? Никто не скажет мне. Вот я дятел а. Надо сейчас труп обратно это все выкачать. Аммиак это аммиак. А азотная кислота это что? Вот азотная кислота это литий и минеральная вода. А я вот сейчас сижу и думаю. Как же проще было бы если бы я все это делал безобразие на тех модульных системах. Возможно в следующем прохождении факторки я обязательно так и сделаю. Мне наверное сейчас на шину проще будет всего вывести как раз таки эту самую минеральную воду. Как самый простой и самый действенный вариант. Хорошо что у меня минералочка здесь подводится. Вот она вот здесь вот у нас есть. И мы ее отсюда заберем пожалуй. Никто не обидится на нас. Все. Минеральную воду я сюда вывел. Банально просто по шине. Про вот этот трубопровод мы забывать не будем. Он у нас как бы есть и на него мы как раз азотную кислоту и выведем. Нам нужно сейчас подумать как мы будем сделать здесь вот как раз таки вот эту вот азотную кислоту редкие металла отправили сюда все это единую сеть собрано и по идее я тыкую сюда тык и стальная помпа гонит аммиак химические заводы с вот это вот кислотой и она должна здесь производится и успешно уже складируется все азотная кислота есть замечательно ура или не мешало бы ее отправить куда нам нужно а нам нужно вот сюда вот где это вот станция вот сюда было сложно очистить предыдущий труба от аммиака но главное что сейчас все заработало и ядра и и у нас начали складироваться и уже успешно использоваться в качестве производства квантовых компьютеров например и нам нужно сейчас назначить на производство новые кардинально причем новые лаборатории которые будут у нас дальнейшем использоваться и исследоваться предлагаю не изобретать велосипед а также сделать это все на моле вот сингулярная лаборатория никогда раньше ими не пользовался для них как раз нужны продвинутые лаборатории а продвинутая лаборатория нас по-моему где-то даже на моле и собирается да нужно сейчас подождать какое-то время и хотя бы одну эту сингулярную лабораторию создать пока у нас создается новые исследовательские лаборатории их поставлю себе пожалуй на запрос и буду переделывать сейчас вот эту систему по выгрузке отсюда я хочу просто сейчас узнать во первых будет ли сингулярная лаборатория отличаться от обычной в размерах и как это вообще будет выглядеть получается колба который у меня здесь есть то есть изначальные наши комбо и я здесь объединил и все это у нас выводится теперь вот таким вот образом теперь мне нужно объединить следующий тип у колб я не знаю сколько их будет но пока будем готовиться к худшему все пусть пояс у нас курсирует он нам пока что здесь больше не нужен и сейчас разбираемся с лабораториями вот у нас уже две штучки есть и да они кардинально посмотрите отличаются это достаточно проблематично потому что все это безобразие которые у нас здесь есть и сейчас стоит нужно будет просто брать и переделывать это не самые приятные новости которые я хотел бы сейчас услышать но ладно вот по идее наша лаборатория я очень сильно надеюсь то что принцип у нее работы такой же как у предыдущих и она сможет нормально передавать предметы в следующей лаборатории нас уже пошло что-то загружаться сюда даже а стоп погодить да ладно погодите что они офигеть смотрите здесь допустим розовые и желтые здесь розовые желтые я имею ввиду то что красные и зеленые и предыдущие тиры они здесь не нужны вот это новости здесь еще какие-то новые тиры у нас появится но это какая-то ситуация я вам так скажу потому что я на это и вообще не рассчитывал меня база не было на это рассчитан то есть там красные и зеленые и следующие все тиры не нужны там все это перестраивать и за ненадобностью или как это все делать я не знаю остальные что уничтожать что получается лечу я конечно оставлю на всякий случай эти производства сносить не буду но блин все равно мне кажется это как-то очень странно и неправильно мне здесь появился большой большой контейнер с разными колбочками и получается это все теперь вот так вот выводится сюда давайте не изобретать велосипед получается здесь еще три типа будет и как раз тут три типа которые мне нужно будет сюда поставлять пусть пока у нас поезд курсирует по трем типам желтые фиолетовые бирюзовые уже от этого мы будем как-то отталкиваться так посмотрим еще с помощью фиолетовых мы можем что-нибудь изучить да мы можем изучить получается производство иммерситовых плит с помощью порошка и редких металлов а потом еще открывается кучу всего и другого да например вот эти вот продвинутые технологические карты ой как много всего сразу открывается ух ё-моё это только часть всеобщего безобразия прошу манипуляторами это все передается это замечательно но вопросов еще больше чем ответов у нас здесь идут какие-то еще вот такие вот превосходные манипуляторы черные это иммерситовые плиты иммерситовые шестерни что это такое с чем его едят офигеть это нам нужно гигантская просто по масштабам производства иммерсита обработка иммерсита и вот это вот то что я сделал мне кажется это очень мало и мне нужно будет гораздо этого больше я боюсь представить масштабы всего того что нам нужно еще и сделать здесь с вами но анимация с этим выглядит достаточно прикольно всего этого производства ладно я представляю предстоящий объем работ он просто колоссальный гигантский я боюсь если честно того что нам нужно еще и придется сделать учитывая то что я уже здесь провел 87 часов сколько еще мне времени здесь предстоит провести я просто боюсь представить но случае нам дальше для развития нужно строить вот эти вот ракетные шахты и я не знаю как именно много здесь их нужно разместить я очень благодарен всему что может предоставить мне факторио рецепт у этих шахтный сильно изменился блоки управления конструкции малой плотности и ракетное топливо топлива топлива по у меня завались конструкции малой плотности у меня по-моему тоже завались и попробуем мы сегодня сделать с вами блоки управления ракеты или не попробуем получается сделать здесь небольшую систему по производству этих самых модулей скорости первого уровня и нам этих систем по идее должно хватить на что чтобы крафте 24 блока управления ракетой были бы сильные процессоры синие микросхемы у нас здесь пошли и начали производится получается блоки управления ракетой по идее по расчетам именно такого производства у нас должно быть здесь организовано и нормально все теперь функционирует это все конечно замечательно но вот у меня шахта с ракетой я сегодня хочу хотя бы одну штуку эту разместить а уже дальше мы будем как-то фармить пытаться все необходимые дальнейшие элементы так и по идее для того чтобы это все безобразие принесло нам науку нам нужен еще и спутник а спутник как произвести это еще хороший вопрос у меня даже нет варианта здесь выбрать чтобы отправить здесь путник это очень странно видимо первый раз мне придется отправлять ее без всяких излишеств дополнительных уже семь процентов произвелось у нас всего этого безобразия хорошо пусть производится я думаю впоследствии это все безобразие переедет куда-нибудь в другое место хранилище энергии аху-ху-ху какой она гигантская но она и требует в себе достаточно много всего интересного это такое переработка материи а материя звучит очень многообещающе но тут есть ачивка сделать все без использования материи то есть завершить и отправить ракету без материи так что давайте пока отправим мы ракету без материи а уже дальше будем использовать материю для чего-нибудь более нужного и необходимого я решил тут немножко увеличить количество синих процессоров совсем малость и видимо из-за того что я увеличилась количество синих процессоров мне придется увеличивать количество еще и красных проблема в том что количество красных микросхем здесь увеличить вообще никак не получится видимо да печально потому что у меня здесь в принципе упрется все это в дальнейшую систему и я могу увеличить это либо еще одним таким блоком либо как-то еще оптимизирую эту всю систему надо делать посмотреть и поэкспериментировать возможно я не буду изобретать велосипед так как это производственная база я где-нибудь в одном из таких цехов размещу производство зеленых отдельно и красных отдельно микросхем разнообразного масштаба и сделаю сюда какой-нибудь вывет скажем поездом без разницы и все это будет здесь работать но посмотрю туда дальше будет видно по ресурсам а поскольку меня сейчас есть небольшие буфера с различными ресурсами думаю пока что проблем не будет когда будут проблемы тогда и же и будем смотреть получается у нас вообще остались какие карты с вами остались оптимизированные технологические карты но это получается те данные которые мы с будем отправлять и вернее получать из космоса а также у нас остались вот эти карты буквы а так называемые которые я буду по крайней мере так называть это продвинутые технологии а продвинутые технологии это литий иммерсит переделанные электродвигатели и пустые карты но в принципе ничего сложного нужно будет только сделать гигантское производство литий серных батарей в этих самых иммерситовых пластин и тогда уже все будет нормально работать тем временем за 30 минут меня только 40 процентов ну ладно подождем у нас все равно время ожидания пока в дроны все равно все это переделают и мы уже мы с вами свидимся когда у нас будет готова запуск я вам так скажу то что однозначно мне нужно будет увеличивать количество вот этих вот блоков управления ракетой потому что здесь очень их как-то мало мне это совсем не устраивает так ракетство здесь создается успешно выведена на нас наряжение для ракеты давайте рыбу положим я не знаю потому что где здесь находится спутник я видимо что-то делаю явно не так потому что я спутника здесь найти не могу он либо изучается дальше либо как-то еще пробуем сейчас запустить именно вот так вот с рыбкой по запущено все у нас пошла на разогреваться и первый старт ракеты с новым грузом получается это ваниль и должно быть завершением игры всей да но как бы и нет ачивка то нам дали но это не самый прикол что нам должно было быть дано результат запуска космический дельфин скорострельность то есть пушка какая-то или чё это такое да посмотрите это пушка то есть нужны какие-то патроны для космического дельфина и серьезно непонятно что это и зачем это нужно но это очень забавно ракета сюда не вернется получается да как ваниль и но в любом случае мы будем с вами потихонечку на этом заканчивать я думаю не предстоит достаточно много работы провести за кадром например наладить редкие металлы и здесь очень мало а их нужно гораздо больше чем здесь сейчас есть то есть нужно хотя бы здесь два поезда редких металлов которые возили бы сюда именно руду для этого нужно сделать нормально с жилами то есть сделать нормально хлор к этим жилам и вообще в принципе эти нужно нормальные металлы где-то добывать вот эти вот металлы вот эти вот металлы принципе вообще все которые в зоне видимости нужно жило сделать только же от этого наверное нужно отталкиваться потом нужно еще и мерситую переплавку замутить делов еще очень много ну а пока на этом все, всем спасибо, что смотрели, у микрофона был как всегда ваш покойный слуга Мамору, еще услышимся!